Всем привет! Сегодня у меня на ужин блюдо, которое очень любит моя семья. И поэтому готовлю я его очень часто. Это вкуснейшие тефтели в сливочно-гребном соусе. Рецепт очень простой, но как же это вкусно получается! Первым делом мелко нарезаем лук. Отправляем его к фаршу. Фарш у меня сегодня свино-куриный. Сюда же вбиваем одно яйцо. Отваренный до полуготовности рис я беру длиннозёрный. Теперь нам нужно подсолить. И поперчить. Я использую смесь перцев. Из готового фарша делаем шарики. На разогретую сковороду вливаем растительное масло и выкладываем тефтели. Сковорода у меня фирмы Таллер с трёхслойным антипригарным покрытием. Толщина дна 5 мм. Диаметр сковороды 28 см. Мне нравится эта сковорода тем, что благодаря съёмной ручке на ней можно готовить не только на плите, но и в духовке. Добавляем огонь. Накрываем крышкой и обжариваем с одной стороны 3 минуты. Затем переворачиваем, снова накрываем крышкой и обжариваем с другой стороны ещё 3-4 минуты. Тем временем я подготовлю заливку. Мелко нарезаем лук. Шампиньоны. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем лук и обжариваем до золотистого цвета. После чего добавляем нарезанные шампиньоны. Как только грибы поджарились, подсаливаем. Добавляем 3 столовые ложки сметаны. Пару зубчиков чеснока, выдавленного через пресс. Всё хорошо перемешиваем и тушим пару минут. Вливаем воду, ждём пока закипит и снимаем с огня. Обжаренные тефтели заливаю готовой заливкой и отправляю в духовку. Температуру ставим 180 градусов на 30 минут. Продолжение следует... Хочу добавить, что официальный интернет-магазин Посуды Талер предоставляет скидку 15% для всех моих подписчиков по промокоду КЛЕВЕР. Все подробности и ссылку на интернет-магазин я вам оставлю в описании под этим видео. Ну что, вот такой сегодня у меня был рецепт. Пробуйте, готовьте. Это действительно очень вкусно. И такое блюдо понравится всей вашей семье. Ну а я в свою очередь желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Заглядывайте в мой Инстаграм. Подписывайтесь на мой второй канал Быстрая Кухня, где я готовлю ещё более простые и быстрые рецепты. Ну и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok